Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Встали и ушли. Единороссы сорвали заседание Бийской городской думы. Миллион литров принятой крови. Наверное, сказать, сколько было спасено жизни невозможно. Алтайский центр крови отмечает 80-летие. Кто может стать донором и спасти чью-то жизнь? Есть любимицы, которые больше всего выделяются на своем фоне. Алтайская доярка может стать лучшей в стране. Димарш. Представители фракции «Единая Россия» сегодня сорвали заседание Бийской городской думы. Депутаты во главе с Сергеем Ларейкиным скандально покинули зал. Свой внезапный уход они объяснили неотложным совещанием. Правда, чуть позже некоторых из них видели в кафе, которое находится недалеко от администрации. Такого представления, как отметили оставшиеся народные избранники, еще не было. Предлагаю очередное заседание думы города открыть. То же данное предложение прошу голосовать. Это первое заседание городской думы после летних каникул. На повестке дня больше 20 вопросов. Многие из них касались текущей жизни города. Как то выделение денег на ремонт дорог, отлов бродячих животных, повышение заработной платы муниципальным служащим и другие. Но рассмотреть их было не суждено. Сразу после третьего докладчика 12 представителей «Единой России» во главе с председателем Сергеем Ларейкиным, сославшись на неотложное внутрифракционное совещание, покинули зал. При этом обещали вернуться через 10 минут. Назад никто не вернулся. Мы их ждали 10 минут, 20 минут, 30 минут, час. Вообще это у меня вызвало неподнимание в связи с тем, что это не вложение даже к жителям города, с представителем краевой администрации и краевым депутатам, которые там присутствовали. Они просто ушли и не вернулись. По одной из версий весь этот демарш связан с вопросом, который в повестке дня значился под номером 8. Он касался лишения депутатских полномочий всех, кто выжил после декларационного скандала. А это Константин Белый, который является лидером думских единороссов, а также Александр Холыновский, Александр Вишняков и Игорь Степанов. Видимо, таким открытым протестом они решили сорвать рассмотрение вопроса. Об этом в ходе кулуарной беседы сообщил юрист городской администрации. Оставшиеся народные избранники сегодня все же проголосовали за исключение из Думы депутатов-штрафников. То есть представительный орган лишился еще четырех человек. Мы считаем, что заседание и голосование было правомощно, потому как изначально депутатов присутствовало 28 человек. И заседание Думы не было закрыто, а просто часть депутатов Единой России удалилась по непонятным причинам. Тем временем сам председатель Сергей Ларейкин уже признал, что своими действиями нарушил регламент проведения заседания Думы и готов понести наказание. Не исключено, что такой ход развития событий был спланирован заранее. И это видно по поведению отдельных депутатов. В начале заседания они явно нервничали. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. Специально для программы «День с толком». Переходим к другой теме. Модернизировать первичное звено здравоохранения получил президент России Владимир Путин. Подготовить предложение необходимо до 1 октября. Речь идет о работе поликлиника и фельдшерско-акушерских пунктов. Причина кроется в статистике. Взгляните на эти цифры. За год обращений в поликлинике гораздо больше 1,2 млрд против 800 млн за специализированной помощью. При этом объем финансирования первичного звена составляет лишь 15% от всех средств национального проекта. На проработку проблем этой сферы у специалистов два месяца. А мы тем временем спросили у барнаульцев, что их не устраивает в работе поликлиник. Им не хватает достойной оплаты их труда. Анализ какой-то сдавать пошла, записала через месяц. Так я через месяц пока там сдам, у меня уже эти все анализы продали. Вот за деньги в той же поликлинике иди и сдавай. Все тебе сделают и обследуют. А если по улицу и где, нету очереди. В УЗИ, например, вот наше возрастное, да, там, ну этого уже не добьешься. Почему? Ну, либо ждешь очень долго талоны, в которые, естественно, тебе потом не звонят, как бы не приглашают, хотя ты записываешься предварительно, но идешь это делать все платно. Сложно попасть к ним. Терапевтов мало всяких. Очередность. Специалистов не хватает. И способности. Способности? Да. То есть были промашки, да, вот вы сталкивались? Да. В ней профессионализм. Я знаю. От главврача и лишь. Я отношусь к поликлинике номер два, и она, наверное, лет пятьдесят вообще не ремонтировала. Она в очень плаченном состоянии. Я удивляюсь, как там люди работают в таком состоянии. Я удивляюсь, за какую зарплату там работают. Красивые корпуса настроили, хоть на горе, хоть и здесь, да. А попасть туда надо заметить. Новые, да. Попасть туда проблемы, а потом они не оборудованы. Сегодня в Барнауле обсудят вопросы донорства. Врачи из Белоруссии и со всей России поговорят о новых технологиях переливания и забора крови, а также о важности ее сдачи. 200 трансфузиологов съехались в Барнаул в честь 80-летия Алтайской службы крови. Накануне моя коллега Дарья Демиллер побывала там и выяснила, что нужно, чтобы стать донором. Даша, привет. Расскажи, вот могу ли я прийти и сдать кровь? Да, конечно. Чтобы сдать кровь, нужно быть совершеннолетним и ведь иметь вес более 50 килограммов и быть более-менее здоровым. Подробнее прямо сейчас расскажу. Еще 10 лет назад на вопрос, какая кровь нужна больше всего, вам бы ответили, что первая группа. Ведь известно, что она подходит всем. Главное, чтобы совпадал резус-фактор. Но сейчас это больше не работает. Теперь крови относятся как к органу и не вся третья группа подойдет пациентам с третьей группой. На сегодняшний день не важно перелить литр, два, три. Важно перелить тех компонентов крови, которые жизненно необходимы. Поэтому мы сейчас заготавливаем не просто кровь, а мы заготавливаем точечно компоненты. Кому-то эритроциты, кому-то тромбоциты, кому-то плазму, кому-то там кривопрецепита. И вливают забранные компоненты тоже выборочно. Так меньше рисков для здоровья пациента. Всего за 80 лет существования центра крови здесь собрали около миллиона литров донорского материала. Вы только представьте. Весомый вклад в эту цифру сделали и сотрудники центра крови. Сейчас там работает 300 человек, половина коллектива – доноры. Треть – почетные. Нас познакомили с Евгением Дедковым. Он работает в тренажерном зале центра крови. Кстати, единственном спортивном зале в медучреждении во всей России. Сейчас он только в начале донорского пути. За стенами этой организации люди попадают в аварии. Кому-то требуется перелив крови срочно. И идет вот эта помощь именно кровью. Так как я являюсь спортсменом, разумеется, здесь занятие спортом, здоровый образ жизни, питание своевременное. И мое наличие здоровья просто-напросто способствует сдаче крови тому, кому оно требуется. Стать донором убедили меня проще простого. Если по пунктам, то сначала приходим в регистратуру центра крови с 8 до 12. Если в их картотеке мы не значимся в черном списке, а там собраны данные пациентов спеццентра, венерологического и туберкулезного диспансеров, то нам дают анкету с вопросами о здоровье. Отвечаем честно. Следующий этап – кабинет врача. После с яблочным соком в руках идем сдавать кровь. Нужны все группы крови обязательно. Если на сегодня в Алтайском крае самая распространенная первая, вторая группа крови положительная, то все должны понимать, что и пациентов очень много с этой группой. Поэтому на сегодня мы принимаем всех всегда с удовольствием. За донорство, кстати, платят. 500 рублей за сдачу. Еще дают два отгула. Возможно, поэтому чаще всего донорами становятся студенты. Нам, людям, работающим 5 дней в неделю, сложно выбрать время для доброго дела. Но я все-таки попробую. К счастью, скоро отпуск. А ты, Ира? Думаю, теперь тоже надо выкроить какой-нибудь один денечек в плотном графике. Спасибо, Даша, за рассказ. Советую нашим телезрителям тоже присоединиться к сдаче крови. А мы продолжаем. Как уговорить корову дать побольше молока, знает доярка из Алтайского края. Оператор машинного доения Лина Челякова представит Алтайский край на всероссийском конкурсе лучшего по профессии. Накануне отъезда в Уфу с ней встретился Илья Кочетков и узнал некоторые тонкости из жизни и работы доярки. Начало смены в 6 утра, конец не меньше часа дня. И антураж вовсе не стерильно белый, как порой показывают в образцово-показательных фильмах. Да и пахнет навозом. Что, впрочем, никак не должно отражаться на качестве итогового молочного продукта. Будем сдаивать первые струки, выявлять мастит, дополнительный массаж. Подождем, пока подоится. Потом нанесем кенку. А сколько обычно занимает это время? Процесс, там наручные работы, минуты на каждую корову. Сколько литров дает одна корова в 3-3 литра? Ну, 25-30 литров. У нас гауштинские, а не молочная порода. Лина Челякова работает дояркой 6 лет. Говорит, приехала в поселок, увидела коровник и осталась, прикипела сердцем. Работа хоть и непростая, зато зачастую душевная. Есть любимицы, которые больше всего выделяются на своем фоне. Они очень такие нежные, ласковые коровы. Два года назад Лина уже пыталась показать себя на профессиональном состязании. Участвовала в краевом конкурсе. Но тогда первое место не получила. Лучше ее признали со второй попытки. И теперь она представит край на всероссийском уровне. Будет оцениваться все от внешнего вида, чтобы полностью теорию, как я знаю, практику, все это будет проверять. Хорошо иметь подход к корове, хорошо знать технику доения, чтобы полноценный выработать рефлекс молодачи, чтобы получить хорошее молоко, качество молока. Окончив смену, Лина прощается с коровками. Впереди у нее далекий путь. Уже 23 августа она будет доить башкирских коров в далекой Уфе. Знает, конкуренция будет большой, но рассчитывает достойно представить свой край. Илья Кочетхов, Андрей Печеркин. День с толком. Барнолу – единственный муниципалитет в крае, который выделил деньги на содержание контейнерных площадок в частном секторе. Иными словами, на их уборку. За частотой 505 из площадок в краевой столице следит одна компания – «Экокомплекс». Продолжит Анастасия Драган. Мусор в мусорку, рассуждают люди и тащат в контейнер совсем не коммунальные отходы, а некоторые еще и не доносят. Тогда площадка становится похожей на полигон. И без регулярного наведения порядка здесь уже не обойтись. Между тем, чистота площадок, собственником которых является администрация Барнаула, обязанность властей. Полномочия по содержанию контейнерных площадок отнесены к органам местного мусорного управления. В настоящее время, на 2019 год, у нас предусмотрено финансирование в размере 7 миллионов рублей на содержание площадок. Бюджетные средства тратят на уборку мусора, которого на площадках быть и не должно. Вместе и часто вместо коммунальных отходов рабочие вывозят строительный мусор, ветки и даже деревья. Зачисткой по контракту занимается эко-комплекс. Теперь за ним 505 контейнерных площадок частного сектора Барнаула. Среди проблемных, как здесь, улицы Правый берег пруда, Кутузова, Загородная, Бульвар 9 января. Компания убирает каждую площадку не реже раза в неделю. С помощью машин и вручную. И строительные отходы, и, как правило, если это частный сектор, то это отходы растительного происхождения. Зачистки с механизированной зачистки. Ежедневно порядка 80 кубов мусора поступает на полигон городской. Это равносильно 8 автомобилям КАМАЗ самосвалу. Это только то, что скапливается именно на прилегающей территории. Компании подчеркивают, что с июня складирование мусора рядом с контейнером, а это нарушение по Санпину, может повлечь штраф. До 5000 рублей для населения, до 50 для должностных лиц и до 450 для юридических. Анастасия Драганрихси и Фризин. День с толком. Совершать покупки, зарабатывать бонусы в виде кэшбэка, да еще и получить за это 100 тысяч рублей. Один из банков провел акцию для жителей. Стать ее победителем посчастливилась героиня нашего следующего сюжета. Наталья Чеклеева – индивидуальный предприниматель. В ее фирме помогают решать бухгалтерские вопросы. Поэтому, когда Наталье поступило предложение от банка принять участие в акции «Квест» для малого бизнеса, она легко просчитала выгоду и согласилась без раздумий. Все просто. Расплачивайся картой, и часть средств возвращается в виде кэшбэка. Приятному удивлению не было предела, когда Наталья стала победителем акции и получила приз. Наталья Андреевна, поздравляем вас. Спасибо. Мне приходил кэшбэк каждый месяц. Было как-то приятно. Совершаешь обычные покупки, и из-за этого еще тебе от Сбербанка приходят бонусы. Всего в России вместе с Натальей 10 призеров. Акция проходила с апреля по всей стране для клиентов малого бизнеса. Первое – это хороший кэшбэк в первые два этапа 3-5% за все покупки и за покупки в рамках расчета за топливо на АЗС. И главный приз – это 100 тысяч рублей за первое место в рамках третьего этапа, за первые 10 мест в рамках третьего этапа. Свой неожиданный приз Наталья направит, скорее всего, на развитие производства. Евгения Даровская, Алексей Фризин. День с толком. Котенка и голубя спасли на дороге жители Новоалтайска. Проверить свой уровень доброты водителю нужно было всего за пару минут, как показывает время на регистраторе. Сначала прямо на проезжей части оказался котенок. Уберечь его от колес вызвалось сразу двое желающих. А через минуту водителя ждал голубь, который тоже был спасен. Под аплодисменты и восхищенные комментарии пользователей паблика Барнелл-22. Надеемся, что и среди наших телезрителей есть такие же добрые водители. У меня на этом все новости. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза о компании Валар. Смотрите нас на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи в эфире.